Сегодня в рамках месячника безопасности детей сотрудники регионального МЧС посетили Центр социальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей в поселке Усель-Агетск-Козылского района. Инспекторы Государственного пожарного надзора старались построить занятия с детьми таким образом, чтобы ребятам было интересно и легко запомнить правила пожарной безопасности. Дошкалят опознавали азбуку пожарной безопасности через игру в викторину «Готовность 101» через картинки-загадки. Проверялся на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Выявлены нарушения, были усилиями администрации устранены. Сегодня мы в рамках профилактики здесь поработали с детьми. Также приняли активное участие в проводимой республиканской акции «Помоги собраться в школу». Для детей школьного возраста была проведена командная игра, в которой ребята на перегонки рисовали листовки на тему «Спички детям не игрушки». И не забудь потушить костер. А также отвечали на вопросы, разгадывали кроссворд и закрепили полученные знания с помощью игры «Пожарные знаки», в которой разгадывали знаки пожарной безопасности. По окончании игр все ребята получили памятки. Мне очень понравилось, что вы приехали. Понравились игры, особенно игра, в которой мы проходили лабиринт. Я узнала номера пожарные. За счет своих средств сотрудники управления МЧС были закуплены школьные принадлежности. Акция продолжается и расширяет масштабы проведения. Ведомство также обеспечит и традьями, и ручками многие малообеспеченные семьи, которые состоят на учете. Помощь оказывает нам, ну, не часто, конечно, но оказывает нам помощь. Вчера, например, приходили спортсмены и тоже помогали школьными принадлежностями наших детей, обеспечили. Мы покупаем иногда воспитатели сами обеспечить тетрадкой, ручкой этих детей, потому что у нас эти дети на время находятся здесь. Они уходят, приходят, новые дети приходят, и поэтому у них иногда нет тетради, ручек, поэтому сами обеспечивают. Закончилась встреча вручением канцелярских принадлежностей воспитанникам центра в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу», проводимой в преддверии нового учебного года. А они, в свою очередь, подарили гостям памятный подарок, сделанный своими руками – картину мамонтенок, символизирующую семью. Чтобы ты хорошо училась, чтобы только на пятерке, никогда не нувалась, чтобы маме хорошо помогало. Также к благотворительной акции присоединились и участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов «Сочи-2017». Студенты обошли предпринимателей Кызыла и собрали необходимые школьные принадлежности. Хотим поблагодарить наших спонсоров – это предпринимателей центрального рынка и магазина «Школьник» в приобретении канцелярских товаров и рюкзаков. Таким образом, помочь собраться в школу детям из малообеспеченных, многодетных семей – очень важно. Наша акция будет длиться до конца сентября, поэтому обращайтесь. У нас есть группа ВКонтакте – участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Портфели, учебники, канцелярские товары, альбомы с цветными карандашами – необходимая помощь для детей из многодетных и малоимущих детей для нового учебного года. Такому подарку Саинбелек Сигбек был очень рад. В нашей республике много многодетных семей. Для них собрать в школу даже одного ребенка – целая проблема. Нужна серьезная сумма, поэтому акция «Помоги собраться в школу» актуальна и очень нужна. С каждым годом к акции присоединяются все больше желающих оказать посильную помощь. Диана Баймбухусерис, Хвалид, телекомпанія «Новек».